Масштабная реконструкция на Мамаевом кургане Волгограде началась грандиозная работа по восстановлению памятника Родина-Мать. Одна из самых больших статуй в мире уже в следующем месяце отметит полувековой юбилей. От времени и непогоды бетонное полотно скульптуры, а его площадь 6000 квадратных метров, потрескалась и местами отслоилась. К помощи впервые привлекли альпинистов-реставраторов. Елена Пич расскажет больше. Если бы бетонный наряд легендарной скульптуры сняли как платье и расстелили на земле, то на площади размером с футбольное поле оказался бы порядком обветшавший каменный лоскут. Ведь это искусство вечно, а бетон времени щадит. Вот так выглядит меч и рука скульптуры Родина-Мать зовет, когда до нее всего 10 метров. Отсюда, с головы скульптуры, а вот тот бетон, который вы видите вокруг, это как раз развивающаяся прическа. Дальше мы пройти не можем, сюда поднимаются только специалисты. Впервые здесь работают альпинисты-реставраторы. Им сверху видно все, но зрелище, увы, не радует. За полвека сильные ветра, осадки и перепады температуры стрепали поверхность статуи. Руки, шарф, складки платья. Трещины сколов до десятка на каждом квадратном метре. Вот трещины здесь по-любому лежал. То есть либо снег, либо обморожение было. Все вот это последствия вот этих вот природных условий. Косметические процедуры делали и раньше. Когда-то бороться с первыми проявлениями возраста помогали даже любители из местного альпинистского клуба. Но теперь пришло время своеобразной пластической хирургии. Ремонтными составами, допустим, некоторые там для трещины специальные есть, для таких просто, чтобы восстановить, допустим, поверхность. За ходом реставрации снаружи со смотровых площадок следят сотни глаз. Невидимая туристам часть работы внутри монумента. Это похоже на 50-метровую шахту. Снизу вверх узкая лестница. На каждом ярусе в стороны уходят тесные комнатки и коридорчики. И здесь особенно заметно, что от времени пострадал не только бетон, но и металлические конструкции. Из-за того, что оголяется ароматура, вы сами можете убедиться, что может служить ароматурой. А ароматура – это кости человека, это наш скелет. Что может стать человеком, если у него не будет каркаса? В узких проходах душно и пыльно не спасают даже вентиляторы. Но специалисты, переходя с уровня на уровень, заглядывая в каждый угол, составляют своеобразную ремонтную карту. Каждое повреждение пронумеровано, описано и сфотографировано. Дальше работа напоминает лечение больного зуба. Выяснилось, что бетон хоть и был отменного качества, но когда его заливали, остались опасные пустоты. Теперь их заполнят современными композитными материалами. Они помогают связать и новый материал со старым бетоном и как бы воссоединить это все в единую конструкцию. Но мало кто знает, что уникальную конструкцию асимметричной скульптуры держат стальные мышцы. Каждый канат по 60 тонн. У нас три вертикальных основы и две горизонтальных, которые держат руки. Всего, я повторюсь, всего на 117 канатов. 99 из них поменяем. Инженерная операция по замене канатов начнется через пару недель. Те стальные тросы, которые сейчас установлены в монументе, были сделаны на одном из волгоградских заводов. Здесь обещают, что новые будут еще прочнее и долговечнее. Это и будет подарком к 50-летнему юбилею знаменитого монумента. Его в Волгограде отметят в октябре этого года. Елена Пич, Александр Виктинский, Дмитрий Орехов. Первый канал. Волгоград.